Непрестанно радуйтесь за все, благодарите, вот, и я, знаешь, ввел в поисковик вот эту фразу, и вот там, ну, в основном, Спас телеканал, да, и вот священники различные говорят, Осипов говорит, ну, более-менее Осипов есть, он, конечно, ближе всех, но я повторюсь, вот, с чего все началось вчера, он приехал, друг ко мне, да, и вот они были в монастыре вот еще пару лет назад, и как бы они говорили с одним монахом, вот, и он, ну, я, конечно, за него не могу говорить, о чем они говорили, да, Ну, другу этому моему, ему засело крепко в сердце, вот, всегда радуйтесь, вот, и по сей день, вот, он уже два или три года, не знаю, ну, понимаешь, и он, вот, ищет радости, как бы, радости в мире, да, вот он мне рассказывает, как он то в лес куда-то уходит, то на лыжах, то на велосипеде, он уезжает, понимаешь, он, вот, смотрит на закат, вот, ему, он, он, Ну, как бы, ищет минуты, ловит мгновение радости, вот, в мире, он говорит о том, что, да, я ищу вот в общении с людьми, да, вот, хоть и беседа вроде как разворачивается В неприятную сторону для обеих сторон, да, но он говорит, ну, я хочу перевести всегда в русло такое, чтобы, ну, обратить в радость, да, и вот у него позиция такая, вот, в мире радость, вот, в мире найти радость во всех отношениях с любой стороны, и вот мы как бы с ним, Ну, так, даже, я не знаю, заспорили или нет, но я, в общем, хотел, захотел открыть ему свою позицию, ту позицию евангельскую, да, со стороны Евангелия, вот, ну, в первую очередь, если говорить всегда радуйтесь, то вот, посмотрим, кому обращена эта фраза на апостол Павла, вот, 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 кому вот он обращает свой призыв, всегда радуйтесь непрестанно, молитесь за все, благодарите, ибо о вас воля Божия в Христе и Иисусе, духа не угошайте, пророчества не уничижайте, вот, то есть, непосредственно апостол Павел обращается к собранию верующих людей, то есть, братьев, братьев по Христе, которые утверждены, А сегодня вот эту фразу берут, просто выдергивают и предлагают радоваться, а человек, приходя в храм, слушая священника, он так и понимает, в принципе, радость-то, она сама по себе, это неплохо, наша душа, она стремится постоянно к радости, вот, это человек, вот, он понимает самых пеленок, он четко, допустим, ну, месячный младенец, он четко различает свободу, и блаженство, когда его, допустим, в пеленке оборачивают, он чувствует замкнуть, все это ему не нравится, он гунтует, постует тогда, чувство болта, чувство различных неудобств его огорчает, как только теплая водичка, да, его распеленали, все, он радуется, ну, радуется не плоть, а душа его радуется, первый человек, а там он был, по сути, свободен, легок, была такая плоть его, первозданная от Господа, он не испытывал никаких скорбей, не знал, что такое болезнь, не знал, что такое, там, ограничения какие-то, вот, вот, ну, после грехопадения Господь облег человека в грубую плоть, а ограничения, вот эти, по плоти, оказывается, душе-то несвойственны, и она протестует, и хочется ощущать вот эту свободу, да, которая свойственна душе человеческой, вот, и она ищет вот это вот кратковременное освобождение, хоть через что, хотя бы какую-то, ну, вот, на миг у людей, как обычно бывает, вот, от праздника к празднику человек иногда живет, да, ну, это минимальное ощущение свободы, вот, а максимально мы видим в мире, вот, людей, допустим, таких состоятельных, ну, людей, которые имеют деньги, средства для того, чтобы развлекаться, да, в мире, и опять оказывается то, что человек, приобретая все вот эти видимые радости, да, по сути, он, как бы, не насыщается, не насыщается, да, вот, ну, а почему человек богатый, не может вот эту насытиться радостью, он же, казалось, может, и там, и сегодня на Канары, там, завтра на другие острова. Нет, так, в общем-то, люди-то живут так именно, они считают, что они насыщаются этим, ездят же многие постоянно, и радости какие-то, то, что за деньги покупаются, они покупаются. Здесь, я думаю, как раз, вот, человек верующий, он имеет сравнение, допустим, ну, тем более, допустим, богатый человек, когда он жил неверующим, да, и так радости нам, они свойственны, ты говоришь, мы их искали всегда, и сейчас, допустим, тоже верующий человек, и какие радости ты сейчас имеешь, вот, а они отличаются, по-моему, я не знаю, вот, вы о чем с ним как-то заспорили, но я думаю, в этой плоскости, вот, здесь же, вот, поиск безбожной радости, он всегда, ну, как бы, на внешних эффектах каких-то строится. Вот сейчас, можно пример даже привести, вот, у нас в городе, точнее, раньше еще, вот, переход от советского времени, вот, к нынешнему, он, знаешь, чем знаменовался, что, чем ближе сюда от уходили от советского, да, то больше стало огней, там, вывесок красивых, там, елок больше ставят, вот. Вот, и это действительно, когда появлялось вот такие больше света, больше каких-то эффектов внешних, то на душе какая-то радость появлялась. И вот, это люди все понимают, и я сейчас уже вижу, что вот эти огоньки, они уже теперь постоянно горят, уже их не снимают, то есть, как бы, люди хотят вот в этой радости пребывать. А когда все это уже висит постоянно, оно уже эффекты не производит. Так и вот любой материальный, оно человеку дает мгновенное некое, там, отдушину, но как только этот эффект первоначальный, ты его получаешь, он же снова куда-то исчезает. И так во всем материальном, я для себя это понял. То есть, ты хочешь сказать, что существует два вида радости, да, радость по плоти и радость по духу. Радость, она еще духовная от материальной, которая от материальных благ какие-то происходит, она отличается чем? И вот она как выражается, даже по-разному. Вот в понимании людей, неверующих, надо больше шума, криков, понимаешь, возгласов. Вот она такая радость, она вся, как бы, на лицо, ее сразу видно. Вот. А та, которая рождается от Бога, она тихая радость. И главное ее отличие, она постоянная. Вот эта радость, она же, она по-другому, как бы, звучит уже. Человек-то не может по плоти, он же этой радостью насытится, не может. Вот. И он постоянно вот в этом состоянии находится в поиске вот радости, да, так, он просыпается, так, а сегодня чему я буду радоваться? И вот он план себе выстраивает, да, он так сегодня, там, дискотека, там, потом то, сестры, этап, 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 да? Да, кстати, вот этот друг твой, он, когда говорил о походе в лес, там, еще каких-то, я, знаешь, подумал, в принципе, это тоже может быть духовной радостью, а может быть не духовной радостью. Вот, смотри, если, вот знаешь, я думаю, в чем отличие как раз духовной радости от плотской? Человек за плотской все время куда-то ходит, ему надо что-то делать. Ведь радость, она, как правило, угошается унынием, она ее противоположность. Вот. А как раз верующий человек по-настоящему, он не может унывать. Вот. А если он не унывает, он, значит, по сути, пребывает в радости. Вот. И человек, поэтому, мне, вот, допустим, искать не надо специально каких-то радостей. Вот поехал, я, в принципе, могу отдыхать поехать? Могу. А могу не поехать. И, понимаешь, вот для меня, поеду туда, и мне, кстати, вот иногда супруга там говорит, ну, поедем там туда куда-нибудь, там, на море, или там, в горы куда-нибудь съездим. У меня желания нет, я обычно отказываюсь. Я говорю, ну, поедем, поедем, ну, ладно, давай, поедем. То есть, я еду, я приезжаю, и мне там тоже хорошо. А вот если я не поеду, мне точно так же, только хорошо дома. Вот тебя я сейчас на тебя смотрю, ты же в лес-то не ходишь. Получается, значит, если вот так рассуждать, без вот этого леса, без вот этого моря или гор, получается, по сути, полноценной радости как будто нет. А есть. Ты никуда не ходишь. По сути, вот, чем человек занимается, чтобы, говорит, вы не делайте, делайте ради Бога. Я думаю, что вот это ключевой момент такой вот в понимании. Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, если ты ради Бога пребываешь там, делаешь там что-то, то ты в этой радости пребываешь, хоть ты прикован, вот, как сейчас, к постели, например. Смысл, да, у всего есть определенный смысл. Для чего мы ищем радости, да? Вот чтобы, ну, если по плоти, по телу, по грубому, поэтому мы ищем, ну, возбудить какой-то гормон в теле своем, эндорфины, да? Ученые говорят, это гормон радости, вот, ну, возбуждая этот, мы просто чувствуем себя особенно, да, это по плоти, вот. Вот, я вот сейчас кофейку там попил с молоком созвущенным, да, вот раз во мне какая-то радость, эндорфин там возрос, вот. Ну, это ж, это ж все обман, ведь, а Господь нам предлагает другую радость, вот. И когда с человеком говоришь вот о другой радости, ему тяжело объяснить, а человек не понимает, а какой это радости, что это за радость еще, где ее вытащить, за что ее зацепить, как за нее зацепиться, вот. И Господь, когда говорит, да, Царствие Небесное, по сути, Царствие Небесное, это и есть радость, это блаженство, это счастье, да, оно нескончаемое. А где его, как его зацепить-то, откуда начать? А вот это внутри вас есть оно, да, вот. Вот получается, что оно как раз, вот, та радость, она, по сути, настоящая, она внутри должна быть. Вот как ее, когда этого нам дожить, вот, это уже каждый человек. Она же, та радость, она же тоже возбуждает, и эндорфины вот эти возбуждают, и еще нечто другое, что гораздо глубже этих эндорфинов, то, что нематериально. И эта радость, она получается, она получается как бы нескончаемая. Вот, эндорфина, они, кофе там растворилось в крови, да, его эффект прошел, и все, и закончится. Тебе хочется опять кофе-то водить с озмущенкой, опять пить его, да. А вот та радость, которая вне, она как бы нескончаемая. Вот, понимаешь, человек, казалось бы, слушая, да, о такой радости, я говорю, но он-то не знает, за что зацепиться. А ты знаешь, Сергей, я думаю, здесь вот почему трудно человеку, потому что вот пока ты ее сам не почувствуешь, вот эту радость, да, которая другая-то, тебе вообще как бы сравнивать-то не с чем. И поэтому человек на тебя, например, смотрит, когда ты ему говоришь о радости внутри тебя, которая есть, он все-таки знает, что радость, она выражается в эмоциях, там, она сейчас сможет, ну, какая у тебя там, не пляшешь, не улыбаешься каждый раз во весь рост. Ну, как будто, значит, и нет, тоска на тебе, тяжело тебе, там, как бы и не радостно, вот. А на самом деле просто человек не может понять, потому что он этим инструментом не обладает. Все-таки вот Господь, Он же, обращаясь к людям, да, Он же говорил, что вот счастье, оно внутри вас есть, значит, Он предлагает найти привязку к этому телу, к этим наслаждениям. Конечно, шкала у всех разная, у кого-то больше наслаждений, у кого-то меньше, но они, тем не менее, они все равно есть. Он этот самый блудный сын, он рожками питался, и им был рад, да, отнимем в него эти рожки, он бы тогда залкал бы еще больше. В 2000 году мне сон был, сон вообще, я не знаю, это настолько мистический он был, просто, я не знаю, раскал, вот как натуральный. И мне, в общем, что было показано, ну, еще музыка такая космическая играет, как в этом есть группа такая вот, а они у них музыка такая космическая. Вот, и я, в общем, стою в центре круга, я не знаю, то ли корабль это какой-то космический или что это, я стою в центре круга, я, может, рассказывал, вот, а вокруг меня клетки. В этих клетках огромные какие-то, похожие на обезьян монстры, по три метра, наверное, высотой, и они мне не дают ни вправо, ни влево шевельнуться. Вот, они кидаются, ну, они в цепях находятся, вот, и, в конце концов, ну, я не знаю, что это, или приземляемся мы. Ну, это, в общем, как мне потом стало понятно, это процесс рождения, да, то есть, я рождаюсь, вот, и я выхожу, как бы, из этого корабля космического, но это не космический корабль, это непонятно что. И я вижу, понимаешь, тут бежит мужик с лопатой за какой-то женщиной, отрубает ей голову, сносит лопатой. Я вижу, вот, различные грехи, там, какие-то изнасилования, воровство, кто-то лезет в окна какие-то, понимаешь. Вот, и я вижу, вот, эти вот грехи человеческие, все вот эти пороки человеческие поражаются. Мне потом идет вот такое пояснение, как бы, на сердце ложится, что это тебе было показано, как душа человеческая была погружена в плоть, вот, в эту, ну, в плоть, которую, в грубую плоть, которую мы имеем. Я после этого сна, я, наверное, месяца два бегал, я говорю, люди, мы не это самое, мы не плоть, мы душа, а плоть это наша оболочка, вот, и мы, а, я говорил, что плоть это тюрьма. Мы, говорю, мы заключены в тюрьму, и однажды мы освободимся из этой тюрьмы, вот, и у нас вчера дошел роговор вот с ним, с этим другом своим, да, я говорю, вот, ты смотри, мы находимся в тюрьме, и вот мы сидим в этой тюрьме, и кокузники, знаешь, ставим эти палочки на стене, если мы привязаны к этой тюрьме, нам неохота выходить-то, а эту тюрьму нам там все устраивать, нам там, там, сейчас говорят, тюрьмы хорошо кормят, там все это вкусная такая еда и все, и общение. Вот, сейчас есть люди, да, они освобождаются, допустим, они всегда были, и он, он не может находиться на свободе, он стремится там совершить какое-то преступление, чтобы поскорее попасть в тот следов, в который он обитает там большую часть своей жизни, вот, понимаешь? И как от этого тела, вот Игна Тихчер рассказывает, да, там какая-то жена одного из рогпиллеров, умирая, она в руке зажала платье, в котором собиралась пойти на там вечеринку какую-то, и вот так и пришлось... Это любимое, просто любимое ее платье было. А, и любимое, да, и пришлось так и вырезать этот кусок, с которым она ее и похоронили. Я не знаю, я, может быть, впечатлен был вот этим сном до конца, и вот у меня убеждение, я для себя эту формулу как бы усвоил, то, что все земное – это гири, все небесные – это крылья. Чем тяжелее гири, тем сильнее должны быть крылья. Ну, я понимаю это, что это все временное, все это никчемное, да, казалось бы, мы не находим радости никакой совершенно вот в этом, да, и смысл тогда вообще? Ну, тогда сядь там в яму, куда-нибудь спустись, поварик, посиди там себе. Да, ведь Господь не забирает нас, да, вот, поэтому здесь, понятное дело, получается, с одной стороны, надо лучше убереть и дождаться, да, вот, того, что обещано. Но потом, во-первых, мы не знаем, в каком положении мы находимся, готовы ли мы для Царства Божьего или нет, да. Коль Бог держит, либо мы еще не готовы, либо мы еще должны что-то сделать и для себя, и для других одновременно. Поэтому здесь как-то вот это надо, не знаю, я именно так это все воспринимаю, и поэтому все, что делается, то, что есть вокруг меня в этой жизни, вот, я, меня в свое время, вот эти слова, они серьезно как-то задуматься заставили, да, вот, о том, что богатство, там, его, как таковое, его бояться не надо, лишь бы оно не прилиплялось к сердцу человека. Вот, по сути, ничего нет такого в этом мире, да, что является вредным заведомо. Как мы к этому относимся, вот, это ключевой момент, как мы это используем. И вот, для меня, например, главная задача, это все время поиск вот этой меры во всем, что касается, вот, меня в моей жизни. Вот, а там сколько мне жить, как бы, не умереть не хочу, не жить долго не хочу, хочу, чтобы Господь правил, как бы, мною. Все равно, как там и говорили, на небе тоже есть иерархия, вот, как бы мы там все не представляли, или мы все равно не поймем, да, тем не менее, она есть. Вот, и для каждого из нас Господь, я думаю, подготавливает какое-то место, да, для этого Он нам дает определенное количество времени, чтобы мы, как в университете здесь научились чему-то, потому что там тебе приготовлено определенное, ну, как это сказать, профессии, можно назвать, да, или делание какое-то, ну, как это назвать, я не знаю, артель какая-то, где ты будешь трудиться, вот. И, покуда ты не достигнешь определенной качественной земли, да, то, как ты и негодный тогда, негодный будешь для дел своих. Вот, поэтому каждый, каждый и держится здесь. Ну, сейчас, знаешь, просто интерес, по аналогии, о чем ты сейчас стал говорить, я думаю, так даже может быть, вот, просто так для рассуждения, то Господь каждому, может быть, предназначил, ну, максимальную высоту в том месте, в том Царстве Божьем, которое есть, возможно, для человека. А уже по жизни человек, вот, так или иначе живя, он, вот, дотягивается куда-то или не дотягивается, и, соответственно, человека, может быть, человеку и дается время, пока еще есть потенциал какой-то у этого человека. Вот, и поэтому, а уже, когда место вверх, человек начинает поглядывать вниз, вот, может быть, в этот момент и конец жизни, он и наступает. Ну, да, уже, да. Это, знаешь, есть фильм «Груз-200», называется «Смотрел». «Груз-200», Сергей, да? Ну, да. Что-то так знакомо, но не помню сейчас, может, смотрел, может, нет. Один, в общем, мент, один девчонку похищает ее, ну, он сумасшедший такой уж, шизофреник, и ее, в общем, у себя на постели приковывает, хочет женой ее своей сделать. Вот, она говорит, у меня жених, он из Афгана скоро приедет, он тебя убьет. Вот, и он там полковник, по-моему, и поступает, в общем, звонок из этого, из военкомата, и ему говорят, сержант какой-то из Афгана «Груз-200» поступает, заберите. Вот, и он, короче, едет там с опергруппой, забирают это в гроб, он привозит его домой, распечатывает сын в гроб, и она спит, представляешь, это девчонка, ну, девушка молодая. Он этот труп рядом с ней бросает, он уже такой запах, понимаешь, вот, и она просыпается, видит этот труп своего любимого, вот, это вот, она в ужасе, в шоке, ну, этот сюжет, я первый раз посмотрел, я три дня не мог отойти от этого, понимаешь, он сам, по сути, там этот фильм, он, конечно, скандальный такой, но я вот советую посмотреть вообще, ну, и тебе, ну, вы не любите такое смотреть. Это самое, ну, сам сюжет, его там критиковали, там вообще разнесли, бог и правда, как вы можете такое показывать, вообще у нас не такие люди, у нас все добрые, хорошие у нас, не может быть таких людей, ну, настолько, вот. И там есть, в общем, тоже такой персонаж, тот хочет построить рай на земле, и вот, и я город солнца хочу построить. И есть один, в общем, профессор в институте, преподает он кафедру атеизма, вот. И, понимаешь, и весь сюжет показан, как Господь все устраивает для того, что этого человека, профессора кафедру атеизма, обратить, понимаешь, он в конце фильма приходит в храм и говорит, где тут у вас можно покреститься, понимаешь, вот он становится свидетелем вот этого всего, но это у него в голове не укладывается просто по истечению событий, как все происходит, понимаешь, там, ну, действительно, мы вот ходим, а мы не замечаем, насколько, вот, да, мы просто не видим общие сцены, вот. Нам кажется, иногда люди встречаются, рубить совпадения, а целой картины мы не видим. И здесь вот показана картина целиком, как Господь приводит. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда не на небесах. Тогнали пророков бывших прежде вас. У вас в пинки гонят, вас на поле сажают, распинают, голову вам режут, пальцы под ногти, иголки вставляют, а вы радуетесь, и что это за радость-то такая? Радость, устремленная вперед, она как бы, понимаешь, это не сегодняшний, но ты как бы просто, как бы радость. По сути, вот эта радость, она же радость, устремленная вперед, в будущее. Она там кренится, то есть, туда смотрим, поэтому радуемся. Не смотрим то, что сейчас происходит, что больно или обидно, а именно она перекрывается то, что впереди у человека. То есть, и вот смотри, мы вот с ним общаемся, да, и он удивился тому, что он говорит, и что ты тогда, ну, намекай на то, что Господь-то предлагает жить одним днем, да? Вот. А я говорю, а моя радость-то, она там впереди, в непроглядном будущем, вот. Я только о будущем, ну, мечтаю. Я говорю, мне нравится оно слово «мечты», потому что, ну, я не знаю, как еще она крылатая, эта фраза просто, ну, хоть она и такая, не евангельская, да, вот. Но мечты, они и есть мечты. А человек всегда, говоря и говорит, мечты, он представляет, что-то такое розовое, с красивыми белыми крыльями. Интересно, Сергей, знаешь, какая еще мысль пришла? Вот сейчас, когда, вот, а в этом моменте, когда гонят, да, и вот радуйтесь. По сути, да, как бы будущее, а сейчас я себя проверил, на самом деле, думаю, какое у меня ощущение от этого. А мне радость, знаешь, от чего, например, что слово Божье, оно свершается. Понимаешь, что по слову происходит. Ты делаешь так, да, кто-то говорит, да, все там неправда, все там выдумки. А ты делаешь оно так, делаешь оно так. Вот, и радость вот на этом у меня, например, еще. Ну, то есть, даже не будущее вперед, оно, как бы, меня вот в этом случае к радости приводит, да, что там я сейчас помучаюсь, например, а там будет мне хорошо. Нет, я думаю, что здесь радость, что исполняется слово, понимаешь, вот что. Вот смотри, нас часто называют, что мы меркантильные, да, вот мы ждем награды. Вот опять же от Луки стих. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и понесут имя ваше, как бесчестное, за сына человеческого. Вот тогда возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Радость, а что ты радуешься? Ты знаешь, что ты за это будешь награду иметь. А за награду, пожалуйста, сейчас кто не пострадает, сейчас полно, вот знаешь, этих, ну, я не знаю, сейчас есть такие передачи. Вот на остров там отправляют людей, да, там они через непролазные джунгли пробирают всякие испытания, проходят ради того, чтобы получить какое-то денежное вознаграждение. Они знают, ради чего они идут, понимаешь, и мы тоже знаем, значит, мы меркантильные люди, по сути. Ну, если бы это было в таком ключе, как бы, в меркантильном плохо, тогда Господь бы ничего бы не обещал. То есть, значит, все-таки, ну, человек так устроен, что ему должно быть известно, куда он идет. Вот. Вот. Поэтому, а что? Что тут в этом плохого? Да, я знаю, что так. Это не меркантильный интерес, это смысл жизни, как бы, а не просто интерес какой-то, получить что-то. Тогда, если бы без всякого интереса, значит, бессмысленно, то есть, это какая-то, какая-то крайность, именно меркантильность. И смысл, они вроде как будто похожи, на самом деле, это две разные вещи. Смысл? Мы ради смысла делаем это. Плохата награда, то есть, меркантильность, именно это, как бы, это что-то другое. Здесь опять надо разбираться, как сейчас мы ехали, там, с супругой, там, с нами попутчица была одна. Одна. И она сказала, что она там, ну, кому-то благовествовала и там сказала о грехе зависти. А ей женщина говорит, ну, как так? Вообще зависть – это вещь очень полезная. Без зависти никакого прогресса нет, движения. И я вот увидела, как бы, позавидовала, и хочу, и я, да, имею, и делаю. То есть, потому что вперед движется. А если, по сути, это разобраться, это желание что-то сделать, да, например, или что-то, оно, это не завистью движется. Оно может быть, как бы, из этого может быть то, что ты видишь, да, родится зависть, а может желание что-то сделать. Вот. И это, в одном случае, плохо, в втором – хорошо. Где она граница? А там, где твое желание перерастает в страдания, вот там тогда уже начинается грех, эта зависть появляется именно, и она не является строительницей чего-то доброго. Так вот и здесь, я считаю, что здесь надо просто чуть-чуть разложить, я над этой темой не думал насчет вот меркантильности, но оно в этой же плоскости лежит. То есть, желание идти к добру, и, а, то есть, как бы, знаешь, тебе пообещали, ты вот сейчас живешь в зле, а будешь жить среди добра, среди добрых людей. А он говорит, а я говорю, я хочу туда. Тебе говорят, ну, ты меркантильный человек, понятное дело, из-за этого. Извините, я, что тут плохого, если я хочу жить с добрыми людьми? Какой тут меркантильный интерес? То есть, это так могут тебе сказать только из-за нависти, и все, да? Понятно, это люди, которые что-то в понятии спутали. Цель полагания, как бы, да, и меркантильность. Тут с понятиями надо разбираться, и тогда, как бы, более-менее становится на место все. Со словами. С понятиями, а, видишь, понятия-то, понятия у всех разные, сколько людей, сколько понятий, я уже не знаю, штук, наверное, может, пять уже читал, как люди, тебе пишут, что раздай эти богатства, и все. Ты что, не раздал, все, ну, все, значит, ты, да, уже не Христов. Ну, да, да. А это, как бы, и бессмысленно. Ты знаешь, что только сегодня, вот, когда мы разговаривали о зависти, да, я просто, они вышли, я потом начал думать над этим, и знаешь, что подумал. В принципе, вот, человек, который ищет чистоты, с этим человеком можно разговаривать, и ты всегда находишь выходы какие-то. А чем отличается вот этот человек, он пусть, потому что верующие и неверующие совершенно, они верующими называются, одни ищут чистоты, а другие ищут, допустим, какого-то, вот, меркантильности в отношениях с Богом. И если ты с человеком меркантильным разговариваешь, то, понимаешь, оно, вот это лукавство, а оно же уже, как бы, корень лукавства заложен в этом человеке, то есть лукавый живет, и он начинает все путать. И поэтому человеку этому до конца ясно, как бы, выразиться и ясно раскрыться не свойственно, потому что ему надо что-то обязательно спрятать. Когда такое есть внутреннее устроение, оно начинает путать разговоры. И поэтому бессмысленно там с этим человеком ты не найдешь никогда выхода из ситуации. А вот с человеком, который искренний, да, и желает чистоты, с этим человеком можно говорить обо всем. Пусть в первом разговоре ты не дойдешь до истины, до понимания какого-то вопроса, но когда понимаешь, вот, и с твоей стороны, и с моей стороны, и с третьей стороны, если такие люди соберутся, понимаешь, мы каждый добавляем какую-то мысль, да, которая складывается и получается цельная картина понимания, что, а, вот, слушай, почему зависть это на самом деле никакой не прогресс, а вот, 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 раз и разложили. То есть с такими людьми можно выхода искать. А вот с такими, о которых ты в комментариях пишешь, ну, и, как бы, я прочитал, там, ну, да, там, они требуют отчета, ну, говорят, ну, покажи, кому помог, что ты, где ты, помогаешь, нет, они ждут, что я им сейчас начну выкладывать, наверное, там, вот, смотрите, отчет выложу, доход, приход, расход, вот, если люди на такой уровень выходят, как бы, разговоры, о чем с ними разговаривать, ну. Ну, залез тоже в тему, что, что есть человек, что, как бы, по сути своей, вот, возьмем кошку, да, там, черепаху или, там, зебру какую-нибудь, жирафа, по сути это можно назвать логосом, да, ну, логос – это отбили по-гречески, там, у него много смысловое значение имеет, ну, допустим, кошка, она, как бы, не хотела, она не сможет стать слоном, да, вот, и другое животное, ну, в бешенстве может, там, конечно, допустим, животное кроткое превратиться, там, в жестокое животное, но суть его, его смысл не изменится, его содержимое не изменится, как он был котом, так и котом остается. А смотри, а человек – это какое сознание, насколько совершенен человек, человек – не логос, он вместилище логоса, понимаешь, то есть вместилище именно состояние, человек может стать кем угодно, он может стать, как, ну, ну, не внешний, естественно, хотя может и внешний, а по сути своей, он как может стать ласковым теленочком, так же там, свирепым тигром превратиться, все, все в его власти, вот. И почему, а почему вот человек, допустим, ему, когда состояние, почему ему нравится состояние, допустим, в котором он находится, да, вот, я сегодня опять занес черный список, там, одно, вот, свет Христов просвещает всех, но она там… Это женщина, да? Она, ну, наверное, женщина, я не знаю, она мне так и не признается. И вот ты посмотри, она же на протяжении уже двух лет, да, вот, ну, они ее обречают, там, Лапкина, все, вот, ищут разных подходов, лишь бы только… Ты посмотри, вот ее вместилище, она же не меняется, понимаешь, она, она вот уже находится вне вот этого изменящего логоса, вне вот этого состояния, которое предлагает Господь. Ну, ладно, ну, человек, по сути, он ввестилище дух, он сегодня злой, даже не сегодня, а одну минуту злой, другую добрый. А это, понимаешь, он обрел состояние уже, можно сказать, вот такого животного, он вошел в определенное состояние, он не хочет уже больше. Не хочет, да, да, да. Я только сейчас, как ты, пока ты говорил, об этом тоже подумал, думаю, интересно. Вот люди, как бы, вступают в войну некую, да, и из нее не выйти не могут никак. Ну, как бы, вот, я не знаю, может быть, конечно, тут есть какие-то аргументы, но, как-то, это, допустим, мне это чуждо, я так, как бы, а кто-то скажет, ну, как же, вот есть зло, допустим, да, и об этом зле надо все время говорить, говорить, говорить. Ну, не знаю, может быть, я по-другому понимаю, я так не могу, например. Ну, это говорит о том, что мы уже при жизни себе наполненность выбираем, наполненность. Это, ну, знаешь, даже видно пьяницу там плачущего, да, пусть его слезы там пьяные, но он все-таки, он же находится в состоянии все равно терзания и мытарства каких-то, да, но он не укоренил свою, но есть, допустим, люди там в том же гестапо, я вот недавно смотрел этот ролик доктора, он, причем, после войны так и дожил и умер от старости, был врач один, хирург, он на детях проводил, ну, там сотни детей мучил, вот тоже определенный логос, он не мог измениться. Я иной раз хочу, понимаешь, утвердиться в своем, вот в этом логосе, в своем, ведь логос, логос это сам Господь тоже, Господа тоже можно назвать логосом, да, Он есть первое и последнее, начало и конец, да, определение ему есть, а нам, понимаешь, по сути, нам нету определения, нам никто, даже мы сами себе не можем дать определение, мы сегодня одно существо, завтра другое, послезавтра третье существо, вот, вот, вот такие, вот таких нас, Господь, мы выше ангелов, а ангелы не так совершенно, как мы. А вот тебе, как бы, интерес в этом, в чем он заключается, мне, чтобы ты мысль мою направь, я пока суть не понял, тебя что там интересует в этой части? Меня интересует достичь определенного, что Господь хочет от нас, понимаешь, что какого состояния мы достигли, и он принял нас как логос, уже как определенное существо, сформированное, понимаешь? Поговорили. Мы почти два часа, час сорок пять проговорим. Мы пятнадцать минут планировали поговорить. Ну да. Ну, слава Богу. Я, кстати, у меня все время почему-то изображения твоего нет, только фотография. Ну, видно, может быть, интернет слабоват или что-то там. Ну, ладно тебе. Все равно. А что ты сразу не сказал? А не знаю, как ты. У меня большой экран, ты большой. Я как будто, я просто не смотрю, я не как бы с тобой разговариваю, как будто ты просто смотришь куда-то там. Меня это не напрягало. Так что нормально все. Ну что ж, давай, мой дорогой, давай отдыхай. С Богом. Ну да, с Богом. Матушка, от меня поклон передай. Ее старенький. Хорошо. Ладно. Хорошо, брат. Давай. С Богом. С Богом. Продолжение следует...